Маня, Маня. Пойдет, пойдет, пойдет. Ближе, ближе. Наконец-то дождала. Юрий Георгиевич, вот этот оленек, он представляет ведь особый какой-то интерес с научной точки зрения. Нет, редкий, древний вид копыт. Да, Коля, прошу прощения, можно я буду называть тебя, Коля, как вы всегда друг друга называете? Да, пожалуйста. Конечно, Коля, это самый древний вид оленя, ему где-то 30 миллионов лет уже. Его даже нельзя назвать в полной мере оленем, это, так сказать, близкий родственник. Ну, конечно, не этому экземпляру 30 миллионов лет. Этому экземпляру всего один год, всего один год, ну, может быть, полтора. Я привез ее год назад из Вьетнама, тогда она была молодой, самочкой. Сейчас, значит, ей можно считать где-то полтора года. Тогда она весила всего килограмм-сто грамм, за это время она у нас прибавила 500 грамм. Ну, аппетит у нее хороший. Кормить-то хорошо. Естественно. Мат. Вот, более вся семья занята к кормлению, включая от твоих детей. Совершенно верно, это очень полезно, так сказать. У нас вся семья зоологическая, и вот младший тоже привыкает к работе. Маня, 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 Маня. Все, перерыв у нее. У нее перерыв. А, нет, а вот она еще хочет. Да, она еще хочет. Каковы особенности этого оленька, позволяющему жить в условиях тропического леса? Вообще, зверь очень малоизученный. Очень малоизученный и чрезвычайно интересный. Вообще удивительно, как вот за такое время, вот такой, за 30 миллионов лет, вот такой маленький вид сохранился, выжил. И вот, так сказать, исследование его дома, у меня в квартире, а мы ведем такое исследование, позволило, ну, какую-то внести для себя ясность и понимание, что же ему дает возможность выжить. Ну, в первую очередь, он у нас всеядный. Вот сейчас он ест, видите, салат, огурцы с удовольствием. Ну, мы можем дать ему яблоко. Маня. То есть, и все виды. Маня, 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 на, твоя любимая. это естественно на уносит конечно вашей квартире она знает каждый уголок и да она организовала территорию не есть постоянные излюбленное место в котором она так живет в основном причем она у нас очень аккуратное животное но это не потому что мы ее приучили потому что она природа такой аккуратно вот все свои дела она делает на клееночку или вот ванночку и в лесу очевидно да по-видимому это средство самозащиты то есть то что она не разбрасывает своих остальных оставляет своих следов по территории позволяет ей легко выживать спасаться от хищников и в общем это по-видимому очень важное приспособление для существования в тех тяжелых условиях на день она уходит самое укромное место но сегодня мы ее подготовили искать для работы а так демона обычно спит причем в ванной под ванной но сюда куда никак пролезть нельзя это прямо показывает на то что она где-то понимаешь приспособлены к жизни вот в колодах дуб прятаться подвалешку это вот там где на прикрыть подкорни деревьев до причем обязательно чтобы у нее были закрыты они могла сходы до подходы к ей только вот один подход оставался это обязательное условие но есть у него промежуточные места где она любит как сдержать отдыхать менее укрытый но вот если так вот видите она под стол бежал лишь это вот обязательно и нужно чтобы на ней что-то было беззади чтобы и сзади и что-то на ней было это обязательное условие вот это ее излюбленной позиции так на открытом месте она не очень у нее есть свои тропы в квартире вот это конечно есть две комнаты которые в основном посещает коридор и комната которая не очень любит посещать она оставляет метки периодически наметит территорию если приходит гость ко мне ну ты знаешь сам как она его аккуратно таскать обхаживает вынюхивает определенного в три круга постепенно подойдет ему узнает потом успокоится если гость оставил какой-нибудь вонючий предмет пахучий предмет да она около него поставить метку то есть она его делает своим ну все это показывает как ты понимаешь на очень хорошую такую правильную организацию территории чтобы естественно и позволяет выше и вот такая широкая кормовая база сейчас дадим ей таракана это тоже очень любимый корм этих тараканов вы разводите в институте эти лично приведены из ленинграда наш нашим маник ездил туда от научных исследований профессор гамбарян профессор гамбарян снимал неё бег для изучения кому-то до кого-то эмоции движения маня 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 сначала на почуливаю до запасы прежде всего нужно для нее важнейший важнейший таскать устройство которое да 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 очень вкусно что любили более она ведь в сумеречной ночной а поэтому естественно ее нос это прежде всего но глаза конечно тоже помогает как вкусно да мой крупные глаза очень вкусно слух у нее довольно сухо снижение первое на что да первое что ее реакции это реакции по слуху не перекормить эту работу перестань первая ее реакция это реакция по слуху первое причем вот вздрагивает приседает это для нее очень характерно вообще животное очень конечно нервная и малейший слух малейший вот чуть-чуть что-то не то и убежал вот значит первый слух потом уже обоняние причем значит вот мучного червя на где-то причуивать на расстоянии 20 30 сантиметров значит по обонянию она познает людей пришедших объект ну и же последнюю очередь зрения хотела но у нее по виду не очень плохое на присматривается видит все хорошо и хотелось бы отметить что вот наблюдение в домашних условиях являющиеся как бы продолжением наблюдения институтской лаборатории позволили узнать о ней гораздо больше чем если бы она сидела у вас в вольере где-нибудь в институте ну конечно потому что здесь дверь почти ну если не своих условиях то своей экологической ниши он нашел в доме свое место и ведет себя совершенно непринужденно совершенно естественно он привык к нам мы ему не мешаем напротив какие-то контакты есть с ним и она в общем проявляет себя как будто она хозяйка дома и поэтому поведение и почти естественно но настолько естественно сколько может быть в квартире но все-таки более естественно чем в клетке и наблюдаете вы ее в течение круглых суток практически да практически так это неизбежно потому что естественно мы живем с ней непосредственном контакте вот это вот общение с животным для нас очень важно потому что оно позволяет открыть те черты поведения те особенности животного которые конечно никогда нельзя увидеть ни в поле ни в лаборатории ни в зоопарке это сугубо своеобразная если угодно форма исследования на дому Юрий Георгиевич ну из Вьетнама ваша экспедиция привезла несколько редких животных включая вот этого обитателя этой дуплянки ну расскажи о ней пожалуйста это в общем уникальный вид ну появляйся вид появляйся тоже ночной зверек конечно да ну крупные глаза это же сразу видно что это ночной зверь это карликовые лории их два вида очень похожи друг на друга двойников большой толстый лорий и карликовые лорий так вот это в два раза меньше И ареал у него будет распространен Тоже в два раза меньше Только самый край Юго-Восточной Азии Вот какие вы видите Вот какие вы Вот, вообще и красивые Но дело в чем, понимаете, почему он так держит ноги Ему обязательно в жизни нужно за что-нибудь уцепиться Обязательно Вот он уцепился И теперь уже он спокоен Вот в отличии от обезьян Он совершенно не умеет прыгать Но зато ноги у него исключительной цепкости Исключительной цепкости На любой одной ноге Да, разворачиваются как угодно Вот, пожалуйста, вокруг своей оси Как угодно крутятся Вот какие вы Причем, да Конечно, ноги очень похожи на руки Да, но И они очень здорово присасываются Червячка тебе дать, да? Сейчас, червячка тебе дадим Мои хорошие, где у меня тут червячки? Вот на одной левой ноге Да, ну будешь ты в таком положении у нас кушать? Чарик Ну, кушай, кушай Нервничаешь, да? А, вот кушаем, кушаем, кушаем Кушаем Ну, это полуобезьяны И поэтому некоторые признаки его Сходны с признаками даже Которые свойственны и нам В частности, противопоставления Первого и остальных пальцев В каком положении мы кушаем Вот его рука То есть его лапка Очень похожа на нашу руку Первый палец Еще червячка Даже отодвину А вот эта густая шерсть Какой она службу служит этому животному? Я думаю, что это Вот средство защиты от туманов Обрати внимание на серебристый пух Да Которым, скорее всего Спасает его от сырости Тропиков На, начали Да, ведь утром в тропическом лесу Довольно промозгло и сыр И охладно Да, великолепно Вот так спасается Вот такие положения для него совершенно нормальные Это его нормальная поза Он может в таком положении есть Сколько угодно Вот так И перебирает с одного Да, можно считать, что мы с тобой дерели Две ветки Одна, другая Но все-таки твоя ветка Моя все-таки роднее Да, понимаешь Он должен сначала пометить ветку Вот когда он ходит по веткам Он мочится и оставляет метки Вот если он тебя пометит Тогда будет все в порядке Ты стоишь своим человеком А пока все-таки ты нет Вот ничего Вроде все-таки там нет Да, да, да Я это понимаю Да, нет Ты ему подошел Пошел, пошел 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 изучать новое дерево И как он здесь питается Значит, у него, надо сказать, очень Дело, в отличие от оленька У него очень строгая идея Он собрался, между прочим, убегать Да, это кажется Только что так Он просто так Вот на какие Вот обрати внимание на чесальный коготь О, сразу уцепился На чесальный коготь Не за что схватить Вот, пожалуйста Видите, каким он На одной ноге Он нам совершенно спокойно Можем делать какие угодно Акробатические стюды Но обязательно держаться Обязательно держаться Да, и вот этот коготь чесальный Очень интересно Да Это специально, чтобы чесаться А, да Чтобы шерсть свою расчесала Он, в общем, любит так играть Он вполне спокойно к этому относится Таким Дох Дох Прекрасно И чесальный коготь на задней ноге Чесальный коготь на задней ноге А на остальных пальчиков ничего нет Ноготочки, как у человека Что же, это, конечно, прекрасный Лазающий зверь Да, попробуем, как он пойдет По почти своему Субстрат Да Бамбук Это довольно привычный для него Вьетнамский Джунгль Да, но сегодня он хочет Опуститься вниз Ты знаешь, вот как ни странно Он очень любит прятаться внизу Почему, я не пойму Но, в общем, не обязательно Стремиться вверх Нет, ты знаешь, что-то таракан он не хочет уже Все-таки Сегодня он поел хорошо суток Да Вот мы его возьмем так Сейчас и перевернем Окажется наверху Окажется наверху Поскольку бамбук крутится Вот видите, как цепляется Смотри, как цепляется Гладкий же бамбук А он цепляется очень легко Это бамбук тоже излит нам? Нет Это фиджи А, астрол фиджи Ну, это тот же вид Вид тоже, да Ну, вот это почти его нормальная позиция Ну, вот если говорить о питании То зверек очень, конечно, разборчивый Насекомоядный, безусловно Любит мед Яблоки уже для него невкусны У меня тараканов распустишь, тебе Так, поймали Ну, вафельки иногда ест Ну, это основное, конечно, это насекомое Основное насекомое Обычно он берет еду в руки А мучного червя просто Ну, конечно, он наивно делает, что идет вниз Потому что он переводил опять вверх Какой мучной червя, а? Ты сейчас, наверное, уже взволнован И, наверное, уже взволнован И, наверное, уже взволнован